Приветствую вас. Давайте мы с вами разберем ваш вопрос. Значит, я, наверное, не буду читать дополнение, да, это слишком получится долго, вот. Не могу забыть парня, которого я видел один раз в жизни, но если это так, то мы имеем дело с импринтом, с неким таким запечатлённым образом, вот, олицетворяющим все ваши потребности, которые вам нужны, то есть то ваш собственный дефицит. Я познакомилась с ним случайно, он провёл инициативу, я изначально сказал, что он молод для меня, хотя на самом деле так не думаю, но вот здесь мы чувствуем, что вы боитесь сближения, да, то есть есть проблематика личных границ, есть некая закрытость, холодность внутри и в то же время чувственность снаружи, холодность внутри, чувственность и нервность, вот. Задача научиться это выражать и проявлять без ущерба для себя, да, то есть чтобы вы проявляли нежность, чтобы вы были более, может быть, открытыми, но при этом вам было комфортно. По мере знакомства он всё больше мне нравился, умный, интересный, знает несколько языков, образованный, не курит, не пьёт, обаятельный, вежливый, галантный, красивый, особенно глаза, занимается спортом, работает шедрый и талантливый. Вот есть ощущение, что вы действительно человека идеализируете сейчас, то есть вы как будто бы не видите его недостатков, вы не видите его целиком, видите только то, что вам хочется, плюс дорисовываете, исходя из своих потребностей. То есть я бы сказал, что вот довольно много у вас дефицита и именно с дефицитом нужно работать, да, то есть переводить дефицит в, значит, способы удовлетворения этих потребностей, желаний и так далее. Мы гуляли по ночному городу, смеялись, забыли, а времени нужно было очень хорошо, уютно, предложил встречаться, говорил много комплиментов. Ну, тут, на мой взгляд, всё развивается очень быстро, а по моему опыту отношения, которые развиваются столь стремительно, ни к чему хорошему не приводят, не приводят, потому что они построены на страсти, на иллюзиях. Вот, когда начинают сталкиваться с разочарованием, то это довольно фатально происходит. Ну, ты с вами просто пообщаться на каком-то длительном таком промежутке времени, да, чтобы понять вообще, а где правда, а где нет. Я видел, что им нравилось, несмотря на разницу в возрасте 5 лет, но в этот момент все мои страхи поднялись вверх и я им отказал. С одной стороны, это естественно нормально, я бы даже сказал, что при вашем состоянии, вашем случае это даже хорошо, что вы отказали, потому что вам сначала нужно пройти психотерапию. Вот, но нужно сказать, что страхи ваши никуда не денутся, если вы не будете о них говорить, если вы не будете их проживать, если вы не будете обращать их в ресурс свой. Он несколько раз говорил, что возраст именно наш, но я настаивал, что не подхожу ему. Да, то есть вы здесь себя обесцениваете, вот, с одной стороны. А с другой стороны, есть ощущение, что вы думаете, что это он вам не подходит, ну, типа, слишком хороший для вас. Это, в свою очередь, говорит о том, что вы относитесь к себе довольно-таки материалистично, то есть предметно. Он проводил меня, сказал, я сказал, что улетаю, я собирался, он обнял меня на прощание, я не хотела прощаться. Потом вернулась в воду и через некоторое время заплакала большой ком в горле. Чувствую, что совершила большую ошибку, не хочу никуда улетать, душа его не отпускает. Так, ну, что такое душа, значит, его не отпускает большой вопрос. Очевидно, что вы зацепились за возможность, как вам кажется, удовлетворить те свои потребности, которые у вас находятся в избитке, что нормально. Это и поражает такую реакцию. По тремности нужно выявить и учиться удовлетворять, чтобы не зависеть от людей вокруг вас. Вот. А что касается самой ситуации, то это классическая картина страха сближения. То есть, когда вы с ней будете пытаться убежать, когда вы без него, вы будете пытаться его найти. Нужно работать с личными границами, чтобы это, ну, значит, чтобы это исправить. Дальше. Теоретически могло остаться еще, но не понимаю, хочу ли этого на самом деле. Да. От чего вы хотите? Очень запуталась. В чем? Впервые за долгое время, за несколько лет кто-то меня так зацепил. Это импринт. Цепляют люди именно тем, что они, ну, тем, что они могут дать. А тогда как человеку стоило бы ориентироваться на то, что хочет дать он. То есть, вы здесь просто обнаруживаете большое количество потребностей, которые, вот, что называется, почувствовали возможность быть удовлетворенным именно с этим человеком. Вот что и вызвало такое ваше состояние. Мне кажется, я даже влюбился. Вполне возможно. Только вопрос, что находится в основе влюбленности. Такое впервые в моей жизни. Все время думаю о нем. А что вы о нем думаете? Вот если дать вашим мыслям полную свободу и не пролывать, куда они идут? К чему они приходят? Ваши мысли? Попробуйте. Ну, увидеть. Прошло три дня. Мы с меня отпускаем. Вроде хотел уехать. Теперь не хочу. Хочу увидеть и слышать обняв. Вот именно. Я хочу его увидеть, услышать и обнять. Я этого хочу. От чего вы хотите? Человек это в данном случае человек просто форма. Нужно увидеть ваши потребности. В смысле, что сама отказалась и упустила кого-то особенного, меня не отпускают. Ну, вот насчет этого, опять же повторюсь, это идеализация. Особенность человека проявляется со временем. И временем не маленьким. То, что вы сейчас описываете, это не особенность. А идеализация. Мучаюсь от этого, грызу себя. Ну да, вы здесь, получается, повышаете ценность отношений за счет своей ценности. То есть, обесценивая себя, повышаете ценность отношений. Поняла, что боюсь отношений, боль не боюсь доверять. Страх отношений – это страх сближения, это личные границы. Боли – это тенденция к тому, чтобы ее не проживать. Боль не страшна, когда я могу о ней говорить. А что касается боязни доверять, то это не доверие себе. Не надо никому доверять, но не доверять себе. Нужно услышать себя и все. И тогда абсолютно с любым человеком вы будете контактировать естественно. Обросла комплексами и стереотипами. Но это защитная реакция. Мой бывший был младший на три года и все плохо кончилось. Я часто говорила, что возраст стал причиной. Нет, не возраст стал причиной, а тем, как вы выстраиваете отношения. Вот. И вы, и он. Я понимаю, он все лидератный, не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Мое сердце хочет вновь его увидеть. Это не ваше сердце. Не нужно, пожалуйста, романтизировать. Тут сердце ваше ни при чем. Сердце никого увидеть не хочет. Ну вот. Это вы хотят ваши чувства. Я даже лица его долго не помню. Как будто попала в сказку на один день. И проснулась. Что мне делать? Что делать, чтобы что? Как не мучиться? Ну, собственно, нужно детализировать ваше мучение. Вот. Мучение, на мой взгляд, здесь проистекает из того, что вам хочется увидеть. Увидеть лучше вы это боитесь. То есть нужно найти комфортную для вас форму. Выразить свое желание его увидеть. Вот. Почему я не могу его отпустить? А, потому что вы неудовлетворены. Вы только что почувствовали свою неудовлетворенность. И почувствовали, что вы можете ее удовлетворить. И вот. Пожалуйста. Вот. Помогите, пожалуйста. Я просто не могу успокоиться внутри. Ну. Тоже фраза, конечно, звучит довольно интересно. Посмотрите. Если говорить вот по факту, то вы пишите. Это был сумасшедший день, переходящий ночь. Мы гуляли по городу, смеялись, забыли о времени. Мне было с ним хорошо и уютно. Вот это то, к чему вы стремитесь. К браву. К наслаждению. К, вероятно, какой-то импульсивности. К защищенности. И вот этого всего вы себя лишаете. Вы себе этого не даете. С молодым человеком это стало возможно. Возможно. Потому что он, что называется, попал в вас. Но, согласитесь, согласитесь. Если человек в вас попал, то еще не означает, что он вам подходит. Вот. Поэтому, вот, я бы это, я бы, значит, как бы, как бы, вот как мне видится мне эта ситуация. Я бы подумал, как бы я мог свое желание контактировать с ним реализовать комфортно. Чтобы не, ну, не предавать себя, да, не терять себя, не противоречить своим ценностям. Это первое. А второе, я бы эту ситуацию, значит, воспринял бы, как некую, некую такую, поворотную, некий поворотный момент в том, что мне пора заняться собой и своей жизнью психологической и пойти на психотерапию. Для того, чтобы, возможно, себя начать пересобирать. Потому что, очевидно, то, как вы живете, не делает вас удовлетворенной, не делает вас цельной, не делает вас наполненной. Вот. У вас было расставание с молодым человеком до этого, это тоже, вероятно, определенная травма, которую вы, ну, на мой взгляд, не провели. Вот. Ну, а там дальше уже смотреть на более локальные вещи, которые нужно прорабатывать, в том числе над тем, как устраивать отношения и так далее. Всего вам самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. это позволит вам начать над собой работу. Удачи! Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Удачи! Удачи!